тойота 86 величайшая машина настолько она великая что про нее выходило достаточно много игр и практически во всех гоночных играх она присутствует всем привет друзья с вами дима one point и я нашел игру только вдумайтесь в эту цену вот вот сейчас вдумайтесь за 30 рублей в steam про эту машину 30 30 блин рублей а в комментариях писали то что игра продавалась одно время вообще за 15 рублей то есть что это за деньги вообще такие это мелочь это жесткая мелочь я не знаю мамка за хлебом отправилась ходить вот у тебя сдача осталась ты на эту сдачу можешь купить гоночную игру а как вам такое я считаю что это круто поэтому я не смог удержаться и мне очень хочется посмотреть что это вообще за игра и вот она наше меню игра кстати называется drift 86 логично из названия то что скорее всего будем ездить только на е 86 тут у нас есть выход настройки в настройках тут и ничего такого не увидите только настройку графики ультра можно вырубить звук кстати на фоне играет такой нормальный евро бит не знаю кстати чё по авторским правам может быть даже ролик по авторским правом куда-то и улетит ладно нажимаем start game управляется все это мышкой играть я буду с клавиатуры прикиньте консольщик будет играть на клавиатуре это просто жесть какая-то так ладно рейс трейк нам предлагают select вот она вот она прекрасная тойота я 86 даже мышкой мы ее можем тут покрутить ну ни хрена себе вот это я понимаю о чем можем другую машину выбрать опа у нас есть маска у вас масл кар и 162 года но и понимаете то что что это за масл кар опять же реальных названий автомобилей здесь нету игра за 30 рублей какие вам тут названия реальных автомобилей bmg в 34 неплохо неплохо так с онлайн джетте отличное название так ладно пи пи g 86 мк 2 понятно давайте выберем ее по характеристикам и я бы не сказал что она прям супер кстати тут у нас есть покрасочка ну-ка чё за покрасочка так так ясно о смотрите можно в черную но нет я ставлю классическую панду так давайте старт гейм мне уже просто дико интересно что это как вообще будет работать о о музяка то какая блин слушайте а это я сейчас играю на клаватуре а физон то очень даже неплохой очень даже неплохой если что это первый запас друзья я вообще не запускал игру я просто увидел игрушка за 30 рублей почему бы не купить ё-моё вот это же скач так а ну-ка а геймпад работает мне просто интересно ё-моё геймпад работает по-моему так я не пойму как куда газ сжать так я нашел ручник но что-то на геймпаде она очень странно работает то есть колеса отрабатывают вот колеса отрабатывают я поворачиваю стик туда-сюда блин а вот газ что-то не как может быть надо передачи переключать короче с геймпадом вообще какая-то непонятная тема поэтому я лучше буду на клаватуре играть вы только послушайте на этот евро бита вы узнаете узнаете ремикс слушайте но неплохо очень даже неплохо для игры за 30 рублей кстати физика дрифта достаточно неплохая и реалистичная на удивление так я так понимаю то что здесь можно еще и вид поменять ну-ка давайте смотреть а вот этот вид мне уже побольше нравится и около мнс слушайте я начинаю потихоньку привыкать к этой физике давай 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 отлично так надо надо бы прям красиво в занос зайти ой-ой-ой смотрите внутри вот вы знаете такое ощущение что человек который создавал эту игру он хотя бы один раз но катался на e86 похоже такое поведение ну конечно не сильно но есть есть такое вот что-то в этой машине блин прикольно очень весело нет за 30 рублей ребята это просто топчик я считаю можно поугарать причем графон такой ну ясен фиг то что это не графика уровня for the horizon но тем не менее блин почему бы и нет слушайте мне нужно найти ручник ручник тут есть вообще так я понимаю то что у нас есть газ тормоз слева право ручник а на ручник кстати на пробел так что все вообще окей ну-ка все давайте приноравливаться к физике о ее мое у нас есть даже множители вы зарабатываем очки все как нужно только единственная так понимаю тюнинга автомобилей нету мы едем на стоковых автомобилях давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай блин тяжеловато мне на клаватуре играть все таки столько лет не играл ну блин вот 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 хорошо дали вот к сожалению ушли вовнутрь давай-давай слушайте физика намного приятнее чем в некоторых играх вполне себе я честно говоря не играл всякие car x и прочие популярные дрифт игры в стиме на клаватуре поэтому ничего сказать не могу но здесь она слушайте такая физика достаточно неплохая то есть вот я играл помню на клаватуре это опять сервера кастомная где можно было подрифтить забыл как называется но тем не менее вот похоже похожая там физика была у некоторых автомобилей логично то что там разный хэнтлинг и поэтому машин будет поведение различаться здесь мне кажется что машин тоже должно различаться поведение и кстати я забыл сказать то что игра находится раннем доступе то есть она в принципе еще не доделанная логично что может быть что-то тут еще поменяется что-то добавится но я бы конечно немножко графончик наверно бы изменил потому что но графика все-таки такая только посмотрите на это слушайте прикольно реально веселая игрушка так что если вдруг кто-то не играл ребята 30 рублей уж это не такие большие деньги мне кажется чтобы вот так вот просто поугарать на компьютере почему бы и нет так 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 давай 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 блин очень очень широко мы зашли но кстати когда выезжаешь на траву я смотрю особо очки не сбрасываются нет больше всего интересно музыка с авторскими правами или без вот можно ли создателям этой игры использовать эту музыку потому что все таки 30 рублей какие там всякие лицензии прочее логично то что с ценником на игру таким ты никакую лицензию не приобретешь на музыку так 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 я и знаете что я начал залипать месяц такое подозрение неплохо 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 так слушать а ведь ведь серьезно физика дрифта очень неплохая то есть я потихоньку уже начал привыкать как на клаватуре тут ездить на этом автомобиле и он очень круто закладывается слушайте вот единственное вот можно не по траектории зайти в поворот и немножко захерить все это дело были но это класс где это определенно нравится так ну что же давайте посмотрим что здесь есть еще я кстати заметил то что здесь написано какая музыка используется поэтому если вдруг вам захочется послушать это где-то отдельно в плеере он там сбоку даже написано какие треки использованы класс кто-то может сказать то что дима ну что за говно ну что ты играешь к дай нам форзу дай нам что-нибудь крутое но друзья я считаю то что игра за 30 рублей это реально круто причем ну как бы вот за свои деньги она топ она реально это это знаете это как вот сяоми за свои деньги топ так и эта игра за свои деньги топ погнали мне она кстати очень нравится не знаю вот просто если вспомнить о том то что ценник 30 блин рублей это просто охренительно я уже наверное совсем казуальным геймером стал есть на такое подозрение но друзья просто следующие ролики будут выходить про игры на нинтендо свитч которые стоят намного намного дороже ну конечно не так мне и сравнивать прямо с большими играми не так уж сильно они дорого стоят но те которые будут показывать на нинтендо свитч но тем не менее ценники там в 1 5 выше чем у этой игрухи качество я бы не сказал что намного лучше впрочем вы это все дальше увидите но пока что вот такая вот затравочка да друзья не только for the unit for speed я буду для вас снимать также вот такие вот игрушки а вот это вот конечно камера улетела под текстуры это не очень круто но тем не менее друзья 30 рублей и это будут повторять бесконечно не физика дрифта крутая прям реально можно залипнуть покататься так то есть эта игра не требует от вас какой-то супер сноровки какой-то там я не знаю супер реакции ах блин я хотел от между контейнером пролететь черт не получилось не требует какого-то супер скилла в принципе к ней вот можно привыкнуть просто за пять минут как это у меня сейчас получилось и потом на клавиатуре уже раздавать вообще бачком как нужно блин клавиатура друзья клавиатурой я блин на ней миллиард раз просто уже не играл когда можно было поиграть я на ней не делал этого потому что ну во всех играх уже поддерживается геймпад где же геймпад как-то непонятно он работает газ я так и не нашел то есть я вижу то что при повороте стиком у меня машина вроде как поворачивает но с газом у меня ничего не происходит не происходит тормозом тоже ничего нету такое ощущение как будто включена включено сцепление ручная коробка передач но как вы знаете вот это все посмотреть здесь к сожалению негде но зато на клавиатуре управления прямо интуитивная то есть в sd пробел это у нас ручник и все короче понятно были мне нравится физон мне очень нравится физон просто красота давай 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 отлично так вот смотрите с прыжка поставились только не очень красиво я въехал прям так в стену так нам нужно кстати 5 кругов тут проехать давайте попробуем все это дело сделать посмотрим что у нас будет после этого я проеду эти пять кругов а то там что-то я не откатал нужные круги сразу же вышел блин ребята за эти деньги это просто такой дикий топ сильно тормозились красота вообще вот вот это вот доки мне кстати напоминают почему-то сразу не for speed pro street потому что просто эти были дрифтовые трассы в доках и он сразу к этому отсылает ну и плюс еще это опять же 5 тоже отсылает потому что там часто трассы любили делать до когда есть и в принципе там вот доки есть и в них и даже еще когда не было никаких модификаций я помню еще даже на playstation 3 когда игра только появилась вот на старых консолях из бокс 160 playstation 3 я вот именно в доках на машинах пытался там дрифтить так ну что третий круг у нас и так я проехал 30 ну 1946 очков набрал но я при этом врезался просто очень часто и в некоторые моменты так ну нормально разбивал машину но естественно тут не бьется нет никаких повреждений но черт это было круто это было круто ну что же я считаю нужно протестировать еще один какой-нибудь автомобиль что у нас тут есть еще и страз рейс трек версус а и вот это интересно потому что я так понимаю поедем мы сейчас не одни и кстати наверное из-за того что у нас игра находится в стадии бета-тестирование не бета-тестирования еще не до конца разработанная это ранний доступ все дела машины у нас не за деньги тут продаются но скорее всего потом она будет за деньги мира кажется я не знаю давайте возьмем сразу же r34 который тут называется не r34 мне очень хочется посмотреть как поедет он это должен быть sky на заднем приводе смотрите там у нас даже присутствует реально соперники учитая как-то прям так стартанул и уехал немножко не туда так это трасса определенно более узкая чем доки и тут да да как-то непривычно после аехи а я ехо такая медленная r34 уже . достаточно шустрая и быстрая прям насчет того как держится в дрифте я бы сказал что принципе одинаково тихо 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 вот единственно тут очень сильный understir то есть но чувствуется что игра видимо перетекла с мобилок ну как не видимо это логично перетекла с мобилок и управление было там на акселерометре здесь точнее на гироскопе гироскоп акселерометр ну короче вы поняли управление было наклонами а сейчас это все прикрутили к леатуре и как бы логично то что пальцы иногда закручиваются в бублик но по крайней мере у меня потому что я на клаватуре играю очень редко вот вот один поворот хотя бы на зашли нормально давай sky тащи мне хотя бы нагнать этих соперников а то что-то как-то не совсем получается все у меня но во внутрь уходит машина давай 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 нормально даже когда он по траве дрифтим принципе у нас тут очки зарабатывать да что ж такое я не могу нормально сохранить очки я постоянных об стену все скидываю сожалению держись давай давай вот найти вот я не знаю даже кому объяснить физику то есть я бы не сказал что на какая-то говеная она заставляет к себе привыкнуть тебе нужно понять как тут чего ехать и тогда можно делать очень даже красивые дрифты главное опять же соблюдать траекторию которую я не соблюдаю сейчас попробуем здесь вот так зайти правильно по траектории и и я уехал забор опять позбиваю все очки шикарно вообще я красавчик но опять же вот клаватур имеет не очень удобно и вот счет такой получилось подождите машина 4 лет его поехала вперед причем с каким-то резким бустом так давай 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 скай да тяжело мне играть на клаватуре но тем не менее опять же для тех кто играет постоянно на клаве я думаю это все будет несложно и опять же те кто любит подрифтить на клаве я думаю вам этот прям зайдет вообще замечательно да что ж ты будешь делать то жесть какая-то просто жесть так треков кстати немного и потихонечку они начинают приедаться но для тех кто любит евро бит мне кажется этот трек очень даже неплохой так подождите а это это они столько начертили от покрышек остались следы то есть они тоже не особо так заходит я смотрю правильно или или это или это мои покрышки сейчас пока не совсем понятно но тем не менее так неужели я сохраню очки да ладно я сохранил очки ни хрена себе я уж думал все конец будет так 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 давай последний круг остался а вот кстати есть у нас типа первое второе место а тут 1 2 место тоже по очкам типа но блин очки я все по сбрасывал давай давай вот черт тащи тащи sky не очень непривычно после аехи аеха наверно поинтереснее бы смотрелось мне кажется хотя смотрите вот неплохо мы тут зашли давай 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 я в принципе потихонечку уже начинаю разбираться с пизоном на р-34 вы прикольно что машины по-разному управляются это прям класс в принципе ну как бы в такой игре то за такие деньги зачем делать разную физику можно делать все одинаково просто типа побыстрее машины едет либо помедленнее я не прямо куда все маячки девайс а они норовят скинутся сейчас наверно когда я в стену еду так 24000 заработали и второе место это неплохо но пока что я еду как дебил просто домой sky выезжай отсюда так отлично не физон вот реально напоминает очень а меня вспомнил файл м если вы играете на серверах 5 м gta 5 где дрифтите очень это дело похоже вот смотрите как сейчас он взялся компьютер и как едет он вот так нужно ехать по-хорошему ну хотя не они что-то что-то компьютер тоже не очень едет но тем не менее мы заняли второе место это достаточно неплохо но как бы опять же игра достаточно такая она не тяжелая реально тяжелая так дать смотреть у нас есть еще порт а и рейс трек все да ну что давайте выберем порт и нужно выбрать чем в пункте еще машину еще нас по характеристикам power control а кстати пока по контролю что на самое лучшее принципе еще и sky тоже неплохой по контролю но мне что-то хочется проехать на бмв 34 так ну естественно в черный цвет мы украсим это же бмв мы должны выглядеть как бандиты поэтому поехали блин честно говоря мне уже аж пальцы они не привыкли к такому так а слушайте а ведь вот 1 1 получается реально немного но я к этой трассе уже принципе более менее привык поэтому тут можно даже тандемчики мутить слишком слишком я поехал под charger привет давай 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 не а я кстати вот по сравнению с аехой вот это надо же башечка получше управляется но слушайте у него прям это вот сейчас было красиво вот если бы я в дрифте это тоже все сделал был бы вообще по красоте ой charger мы прям стену впечатали так ну тандемы я понимаю вас тут никак не засчитывается прыжочек были прикольно с прыжка прям поставились и поехали вот эта красота ну чё я могу сказать я опять на последней позиции потому что я люблю все позадевать только единственное что не понял вас очки сбрасываются когда мы задеваем мог соперника но подольше проверим надо бы догнать charger но 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 то ее куда мы уехали факт ну вот они от нас уехали потому что я чё то решил куда-то никуда повернуть водичка чё будет с водой понятно никаких брызг просто пролетели под текстуры и все потолок давай давай бх так 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 чуть-чуть еще осталось прям чуть-чуть а хотя какой чуть-чуть тут пять кругом блин к сожалению не выезжаем из таких вот дрифтов давай 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 кстати потихоньку нагоняем надо сейчас просто поменьше дрифта себя делать я думаю мы хотя бы чарльша догоним блин вот тут хочется по красоте проехать но никак не получается все время после этого прыжка куда-то улетая не в ту сторону но много перекладок я делаю прям давай 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 вот у нас слишком зауглился так блин реально эти вот и умудряются даже после прыжков сразу ставится как-то чуть-чуть так боком приезжать и дальше ехать охренеть так соблюдаем траекторию не забываем про это давай 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 наконец-то вот так принципе и нужно тут в этой игре ехать давай гоняем charger вот это сейчас была постановочка нет блин да что ж ты будешь делать то что происходит ты за что меня так да отлично мы конечно едем там 46 тысяч уже у бота на первом месте вот прилетели вообще не туда куда нужно пролетели мы снова нагоняем charger и въезжаем него да все это когда въезжаешь соперников ничего не происходит это хорошо а то есть и бы сбрасывали сядь да я опять 26000 сбросил да что ж такое если бы я это все дело не сбрасывал то я уже конечно было бы на первых местах к сожалению я на клаватуре не могу так четко контролировать автомобиль как я бы контролировал его на геймпаде но не привык я не привык на клаве играть так давай 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 вот это сейчас бы был неплохой кизол засейвили тачку так вот тут надо сейчас как-то по красоте влететь вот единственный ручник немножко отрабатывать не так как хотелось бы к сожалению потому что ручник должен нам немножко продолжать как бы сказать да чуть-чуть я попы за чуть-чуть багажником то задел задним бампером прямо от капелюшечку черканул и все и мы уже сбросили очки вот вот это конечно проблема потому что хочешь прям ехать на максимум здесь потому что не такое сложное управление и из-за этого как раз вот влетаешь в стены ручник для мне не нравится на самом деле работает физик это прикольная вот ручник счета вообще ни о чем он тут с ручником перекладки вообще какие-то непонятные а так принципе ну блин реально физон прикольный очень прикольный нужно не забывать про торможение не дотягиваем некоторые повороты а где там вот и что-то ничего уже получается проехали что это я тут так долго копаюсь вот опять 25000 сбил но серьезно если бы я это все не сбила уже спокойно был бы на первой позиции да ё-моё короче ребята игра определенно требует средоточенности нельзя в нее катать вот так как я катаю разговаривая с вами постоянно видя диалог иначе будем просто все стены собирать так 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 вот да да что что будешь делать то но серьезно бэха но ты серьезно в общем друзья мне кажется то что этой игре жутко не хватает мультиплеера если бы она стоила свои 30 рублей еще было с мультиплеером это просто не знаю этот топ за свои деньги самый максимальный топ за свои деньги но тем не менее несмотря на то что это скорее всего игра с мобилки честно говоря я не проверял но он понятное дело то что игра с мобилки тут по интерфейсу это видно она реально неплоха на клавиатуре мне понравилось поэтому если вам понравился этот ролик не забывайте поставить лайк также подписаться на канал и естественно нажать на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео и самое главное если что это не рекламный видос мне разработчики не давали эту игру мне никто не платил за этот ролик я просто вот реально увидел 30 рублей а и 86 и название даже 386 поэтому решил показать вам всем пока пока пока